Господь грядет Аминь Аминь Он говорит, что у Отца моего обителей много, у нашего Отца действительно много обителей, и он не врет, и он знает, о чем он говорит. Иоанн на острове Патмос увидел наши обители, он видел город, небесный город Иерусалим, который действительно конкретный, и там есть стены, там есть фундамент, там есть ворота, каждая из одной жемчужины, там есть золотые улицы, там есть деревья и река жизни и все такое. И знаете, Господь Иисус говорит, у отца моего обителей много. Настолько много, что всем хватит. Мы не будем там стоять в очереди по 20 лет на квартиру. Как некоторые из нас стояли в советские времена, ждали этой квартиры однокомнатной. Такие счастливые были. Мы родители получили трехкомнатную квартиру. Счастливые были, знаете, жили в сарае, в бараке, а потом переселились в квартиру. И мы такие радостные, потому что папа уже пахал на горячем стаже, что там сталь выливал и все такое, чтобы мы квартиру наконец-то получили. Но знаете что? В этой квартире то трубы потекут, то свет пропадет, то канализация сломается, то еще что-то. Я думаю, Боже, неужели? Нет, не будет. На небе все будет по-другому. Там ничего не ломается, там ничего не протекает. Слава тебе, Господи! Там совершенные обители. Слава Богу! Дай Богу славу за твое будущее во Христе Иисусе. Аминь! Писание говорит, что мы сограждане святыми, свои Богу. Мы уже усыновлены и мы имеем небесную прописку, небесное гражданство. А это очень много. Это очень много. Это больше, чем все, что мы можем иметь на этой земле. Абсолютное. Абсолютное превосходство неба над землей. О да, Господь! Абсолютное превосходство неба над землей. И к чему нам здесь стремиться? Да, к тому, чтобы прожить нормальную, духовно-моральную, физическую жизнь. Нормальную. Не в смысле, знаете, какое-то страдание, переживание постоянное. Я вообще не хотел бы, чтобы кто-то из нас боялся будущего. И вот об этом сегодня я хочу поговорить. Наше будущее во Христе Иисусе. И мы должны это строить на основании ожидания Господа. И если сегодня Господь хочет сказать нам, что Господь грядет, а значит, нам нужно Его ждать. Может быть, кто-то из вас сегодня ждет коронавируса к себе домой, то я жду Иисуса. Кто-то ждет беды к себе домой, я жду Иисуса. Может быть, кто-то ждет, что потолок рухтен, я жду Иисуса. Нам нужно определиться, кого или чего мы ждем. Один из героев Библии говорит, чего я боялся, то постигло меня. Чего он ждал, то и пришло в его жизнь. Он, знаете, все делал из страха поражения. Он все делал из страха наказания. Он все делает из страха того, что придет проклятие в его жизнь. И в итоге оно пришло, к сожалению, оно пришло. И вот вопрос в чем? Когда мы ждем Иисуса, Он приходит раньше, чем проблема. Можно кому-то скажу здесь? Маша, если мы ждем Иисуса, то Он раньше, чем проблема, придет. Может быть, проблема будет стоять уже у порога. Может быть, уже тысячи, десятки тысяч вокруг тебя уже упали, сломались, поражение пришло. Но если ты не ждешь того, что у всех остальных постигло, а ты ждешь Иисуса, то Он придет первый. Он быстрее придет. Ты слышишь меня? Он быстрее придет. Я расскажу вам одну историю. Я сегодня вспомнил буквально эту историю, как я был на конференции, лидерской конференции в Майами в 16-м году. И когда я туда приехал в октябре месяце, начало октября, еще сезон, купаться еще, тепло еще в Майами. Ну, знаете, я был удивлен, что мне удалось купить такие дешевые билеты. Мне удалось заарендовать очень дешевый отель на берегу океана. Я думаю, боже мой, что это мне так повезло, такое благоволение. Я приезжаю туда, и только к вечеру я узнаю, что там люди ждут торнадо. Люди ждут Мэтью, Матфея. Для меня, украинца, торнадо ничего не значит. Ну, подумаешь, ветерок подует. А у людей в Америке понятие торнадо – это что-то страшное. Они пережили Катерину, они пережили там еще разных Мэтью и так далее. То есть, и вот Мэтью идет. И, знаете, я лично наблюдаю за картиной, как люди собираются с вещами и уезжают из Флориды. Не просто там из города. Они из Майами выезжают и со всеми штатов Флорида. И губернатор по телевизору говорит, уезжайте все, потому что Мэтью вас убьет. Я своими ушами это слышал. И дальше он говорит, и мы не сможем вам ничем помочь. Они покупают, скупают бензин за месяц вперед. На бензоколонках нет бензина. В Америке, внимание. Люди не могут арендовать даже в Джорджии, в соседнем штате, гостиницу даже за 5000 долларов на одну ночь. Потому что уже ничего нет, все раскупили. А у меня машина арендованная только по Флориде. Я никуда уехать не могу и, в принципе, не знаю, куда ехать. И что мне остается делать? Записывать видео в церковь Эммануил. Дорогие, все ждут Мэтью, а я жду Иисуса. Вау! И знаете, да, события интересные. И вот они объявляют. 12 часов Мэтью ударит по Майами. Я смотрю, как закрылись все кафе, все рестораны. Мешки с песком лежат у входа в дома. Кругом все забито, все закрыто. Я хожу по этим пустым улицам, счастливый, что никого не маю. Ни машин, ни людей. Но все ждут Мэтью. Но все ждут Мэтью. Даже отменили первый день нашей конференции, потому что собралось там около 20 тысяч пасторов, лидеров. Но запретили, потому что огромная арена могла подвернуться удару. И много людей могли погибнуть. Но знаете, в это время все молились. Все молились. Естественно. Я еще всего этого не понимал, не знал. Но я принимаю решение. Буквально накануне, как уже 12 часов вот подходило, я выхожу на берег, думаю, а что мне делать? Я буду ждать Иисуса, поэтому сначала я заявлю, что его здесь господство, его царство. И я что-то сделаю с этим, а не просто буду ждать Мэтью. Мэтью, иди, я тебя жду. Я слабее, чем Мэтью. Я слабее, чем торнадо. Я не должен стоять с открытыми руками и говорить, давай, бей меня, дьявол. Это глупо. Это неправильно. Но я должен позвать Иисуса, который встанет и даст морду дьяволу. Аминь. И вот я это и сделал. Встал на берег океана и начал молиться. Начал провозглашать, запрещать, снимая на видео. Ветер начинает усиливаться. Все как будто бы по плану, предсказанному синоптиками и дьяволом. Но вдруг, через какое-то время, когда уже начался сильный дождь, вдруг начинаются процессы. Такое, как я объявлял в духовный мир. Я говорю, я приказываю тебе ослабеть, а было уже 5-ти бальный торнадо, 5 баллов. Это высокое, очень высокое, по-моему, выше уже нет. И он набирал силу, приближаясь к Майами. Я вам скажу, это город без стен. Там нет гор, там ничего не могло защитить город. Абсолютная равнина. И вот несется этот Мэтью, которого сняли со спутника. Его лицо было, морда точнее сказать, как череп, улыбающийся череп. У меня до сих пор эта фотография есть. Красный глаз и вот такой вот оскал, как черепа. Его так и обозвали, улыбающийся череп. И вот я ему приказываю, говорю, я тебе приказываю ослабеть и рассеяться. И что-то начало происходить. Я смотрю, сижу в гостинице, пишу домой, хочу домой. Ну, дело же нечего, знаете, темно. А тут уже начинали плакать, уже молятся за меня. Все, пастор хочет домой. Вот как он несчастный, там сам сидит. А я просто жду, когда все закончится, чтобы потом завтра пойти на конференцию. И знаете, что в итоге объявляют, по какой-то неизвестной причине торнадо начал сдавать силы. Не дойдя до Майами, он снизил свою силу до трех баллов. И вдруг почему-то он начал подниматься вверх вдоль берега, в сторону Джорджии. Я такой сижу, думаю, почему-то. Потому что Иисус вступил на берег Майами. Потому что его позвали сюда, и я, и другие братья и сестры. Попросили, Господи, прийди в Майами. Мы ждали не торнадо, Мэтью, а мы ждали Иисуса. И он пришел вовремя. Да, определенное крылом зацепило Майами. Чуть-чуть там подуло. Потому что на следующее утро я вышел на берег снимать с того же места репортаж свой. Я показываю, смотрите, что натворил Мэтью. Ничего. Пару водорослей валяются. Ни один магазин не пострадал. Ни один человек не погиб. Ни одну машину не перевернуло. Ни одно дерево не выкорчало. Ничего не случилось. А в Джорджии в это время, наверное, не было верующих. Машины попереворачивало. Люди погибли. Магазины потопило. Дома поразрушил. Мэтью ушел туда гулять. Ну, я же не стал ходатайствовать за Джорджию. Меня же там не было. Просто не знал, что там нет верующих. Но, друзья мои, кого мы ждем сегодня? Гляди, Господи Иисусе. Это такая скрылатая фраза. Господь, приди. Я хочу кое-что вам прочитать из послания апостола Павла к Коринфянам. 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, запятая, маранафа. Что такое слово анафема означает? Сегодня это ассоциативно означает слово проклятие. Или как бы проклят. Но в том контексте, как апостол Павел говорил, он говорил, да будет отлучен. Да не будет у него общения с верующими людьми. С теми, кто любит Иисуса, точнее. Он говорит, кто не любит Господа Иисуса, да будет анафема. Маранафа. А маранафа означает Господь грядет. Господне пришествие приближается. Маранафа. Поэтому, если мы любим Иисуса, то для нас маранафа это радость. Если мы не любим Иисуса, то да будем отлучены. Если наша любовь к Иисусу растет внутри нас, то и ожидание встречи с Ним нас обрадует. Аминь. Потому как, если мы не ждем Иисуса, то наша земная жизнь будет нас постоянно огорчать. Нам нужно понимать, к чему нам стремиться на земле. И, конечно же, наши отношения с Господом Иисусом, они не должны прекращаться. Чтобы, когда мы Его увидим, мы обрадуемся. Аминь. А не так, как мой сын. Папа, пусть он еще не приходит, я хочу еще на море. Друзья мои. Господь обещает прийти. И мы много мест в Писании читаем. И Он говорит, что перед Его пришествием будут ужасные события. И мы читаем, какие там события, и землетрясения, и глады, и моры, и войны, и всякие поражения, и язвы, и все такое. И вопрос в чем? Стоит ли нам этого бояться? Или же нам стоит распознавать это как признаки второго пришествия Иисуса? И начинать радоваться. Преодолевая все эти трудности, проходя все эти испытания, понимать, что это не время сетовать на Бога и говорить, Господь, отчего ты нас оставил? Это не время говорить, Господь, я вообще надеялся, что я буду жить верующим человеком в шоколаде или в масле, как хотите, или в сметане, кто в чем. Но, вопрочем, лучше, чем жизнь с Богом, ничего нет. Кто может сказать, что жизнь с Богом на земле хороша? Вам нравится жизнь с Богом? Да. Друзья мои, я очень часто, Володя, я часто очень говорю, Господи, спасибо, что ты нашел меня. Я не представляю, как бы я сегодня жил без Него. Я не представляю, как бы я проходил некоторые испытания без Иисуса. Ну, правда. Потому что за любой мелочью, я сегодня говорю, Господи, помоги. За любой мелочью. Для меня это стала самой популярной молитвой. Поверьте мне. Я осознаю свою стопроцентную зависимость от Иисуса. Стопроцентную нужду в Иисусе. Я чувствую это, я понимаю это. Потому что всегда я сталкиваюсь со своей человеческой возможностью. Мы ограничены. Физически мы ограничены. Умственно ограничены. Мартириально ограничены. Морально ограничены. Сплошные ограничения. Мы живем в рабстве. Мы живем в тюрьме фактически. Но, когда мы тюрьму сделали храмом Духа Святого, то нам с ним хорошо. Аллилуйя. То Он вместе с нами в тюрьме. Заключен в этом теле. И пока мы живы, Дух Святой с нами. Вы знаете, что Дух Святой не остается жить в теле, когда человек умирает в теле. Ну да. Хорошее откровение, правда? То есть Он не остается в теле. И когда кто-то мощи целует. Не, не, мощи святые. Откуда они святые? В мощах жизни нет. Дух Святой покидает тело, когда тело умирает. Поэтому всех любителей целовать мощи, извините, но я развенчаю ваши мечты. Самая настоящая моща, это живая моща. Наполненная Святым Духом. Коснись кого-нибудь и скажи, ты живая моща. Аллилуйя. Так вот, получи исцеление от живой мощи. Прямо сейчас. Дух Святой в каждом из нас. Те, кто крещен в Святом Духе. И Он имеет силу. И если ты с верой прикасаешься к живой мощи, в которой живет Святой Дух, то ты получаешь свое чудо. Аминь. Это важно соосновать, друзья. И поэтому Павел говорит, что да будь человек отлучен, тот, который не любит Иисуса. У него нет места в теле Христа. Потому что какое он имеет отношение к Иисусу, если он его не любит? Он просто приходит в собрание, чтобы что-то получить от Бога. Нужна помощь. Он приходит, когда горе, тогда Бога. И он пытается получить свои ответы. Сверхъестественную помощь. Но в том, как получил, исчезает. Уходит. И знаете, что печально? Что печально? Когда Иисус явится, этот человек не узнает Его. Этот человек не распознает время посещения Господня. Почему? Потому что он Его не полюбил. Он не соединился с Ним при жизни на земле. Он только лишь получил от Него то, чем Он нуждался. И это тоже нормально. Иисус дает по нуждам людей. Но отношение с Иисусом нас привязывает к небесам. И когда Он придет, мы Его узнаем. Знаете, это не будет. Я одно время был в Израиле. Мы посетили храм Рождества Христова в Назарете. И там удивительно, мы увидели картины, точнее иконы со всего мира. Иконы Божьей Матери с Иисусом. Со всего мира. С разных стран. И знаете, это уникальный храм в том, что там можно найти Иисуса индейцам, японцам, индусам, черненьким африканцам. Я на это смотрел, думаю, Боже, это фантастика какая-то. У каждой нации свой Иисус. И они в Него так же верят, как мы с вами. Потому что они думают, что Иисус точно такой же, как Он по плоти. Но знаете что? Иисус абсолютно не похож на нас. Когда Он явится, Он будет подобен Сыну Человеческому. Я хочу вам это прочесть. Книга Откровения. Книга Откровения. Первая глава. Я не запланировал это, но Вика, открой, Вероника. Откровение. Первая глава. Первая глава. С тринадцатого стиха. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, священническую одежду, и по персям, по поясу, опоясанного золотым поясом, глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум, вот, многих. Он увидел того, кто говорил за Его спиной. Иоанн дожил до девяносто лет и увидел явление Христа. Он увидел Его, сначала услышал, который говорит, я есть Альфа и Омега, первое, последнее, все такое. Поворачивается и смотрит, и Он видит эту картину. Он видит подобного Сыну Человеческому. Внимание! Иоанн, богослов, сын Завидеев, очень хорошо знал Иисуса в плоти. Он называл себя любимым учеником Иисуса. Он был один из приближенных к Иисусу. Он был один из трех, кто был на горе преображения. Он был тот, который заходил в дом первосвященника, когда Иисуса взяли на казнь. Он вошел в дом первосвященника и провел туда Петра. Он настолько хорошо знал Иисуса, но в этот момент, когда Он явился, Он понимал, похож на того, как Его видел раньше. Но Он другой, подобного Сыну Человеческому. Иисус называл Себя Сыном Человеческим. Но Он уже имел такой вид, который потрясал Его взор. Он от этого вида упал. Он просто был в потрясении. Волосы, как белая волна, как снег, глаза, как пламень огненный, ноги раскаленные в пищи, золотой пояс. И знаете, я уверен, что когда Иисус придет, Он придет точно в таком же виде. И каждый из своей нации узнает Его. Потому что Он будет похож на того, которого Он знал, видел, думал о нем. Но Он будет другим. Он будет небесным. Он будет таким, каким Он сейчас есть в вечности. И Он не изменится. И когда Он явится, все увидят Его явление. Как написано, молнию видна бывает с востока на запад. Точно так же явление Сына Человеческого. Он придет с ангелами, с трубным глазом. Он придет в эту землю, чтобы те, кто ожидают Его, были спасены. Апостол Павел верил, что и при его жизни Иисус явится. Он говорит, не все мы умрем, но все изменимся во мгновение времени. Он говорит, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. И это так и есть. Нам должно быть преображенными. Нам должно измениться. И чтобы стать подобными Иисусу. Ведь когда Он воскрес, Он сначала преобразился, а потом был восхищен на небеса. Когда Мария хотела коснуться Его, Он говорит, не прикасайся ко мне, ибо Я еще не вошел к Отцу моему. То есть что-то происходил, процесс на земле, который должен был позволить Иисусу зайти на небеса. И наша жизнь на земле является процессом. Скажи, процесс. Процесс перемены. Процесс преображения. А что так мало говорить? Слушайте, это так важно для всех нас. Если в процессе я не меняюсь, то я становлюсь хуже. И если в процессе я не меняюсь к лучшему, я становлюсь хуже. Я не просто зависаю где-то в каком-то состоянии. Знаете, у человека есть тенденция. Если ничего не поправлять в его жизни, он будет меняться в худшую сторону. Точно так же попробуйте не делать ремонт в своей квартире, в своем доме много лет. Ничего не вкладывать. Ничего, ни копейки. Не прикасаться ни рукой, ни ногой, ничем. Вы увидите через 10 лет, что ваш дом обвиснет. Ваши обои повершают. Все станет дряхлым. Все становится хуже. Это принципы царства жизни на земле. Все, что мы не поддерживаем, не улучшаем, не обновляем, рушится. Становится хуже. И наша ментальность, наш взгляд на жизнь, наши отношения, если мы не стремимся к лучшему, становятся хуже. Как Иисус сказал, «Кто со мной не собирает, тот расточает». Не, не, Господь, я просто ничего не делаю. Я не собираюсь с тобой, и просто ничего не делаю. Не, не, ты расточаешь тот момент, когда ничего не делаешь. Поэтому нам нужно понимать, что ожидание Христа – это что-то активное. Это не что-то пассивное. Сидую, сижу и жду. Давайте вспомним красавец невест, которые ждали своего жениха. 10 женщин, 10 невест, 10 дев, которые сидели и ждали своего жениха. Иисус говорит притчу. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. И мы знаем эту историю. И знаете, когда они ждали жениха, они к этому готовились. Они готовились к встрече с Иисусом, с женихом. Они не просто ждали, кто-нибудь придет, когда-нибудь придет. Да, он замедлил. Да, это Божья милость и долготерпение сегодня еще замедляет процесс возвращения Христа. Я скажу, почему. Почему? Петр пишет, не медлит Бог в исполнении обетований, но долга терпит нас. У вас есть, кому вас терпеть дома? У вас есть люди, которые вас терпят? И вы за это благодарны? Знаете, последние 10 лет я говорю жене, спасибо, что ты меня терпишь. Столько много лет. Кстати, у нас через пару дней будет 30 лет. Никому не говорить. 30 лет семьи, слушайте. О, Боже, столько лет уже, Господи. Больше половины моей жизни. Послушайте. И вот моя жена терпит меня постоянно. Мой характер, там все такое. Особенно, когда я требовательный, знаете, к многим вопросам. И я потом, проходит время, я осознаю, я говорю, слушай, дорогая, спасибо тебе, что ты меня терпишь. Потому что я понимаю, что ты уже давно бы нашла себе нормального, спокойного, такого сангвиника, там, или флегматика, кого хочешь. Слушай, я холерик, я работоголик, я просто не могу сидеть без дела. И поэтому всех дергаю постоянно, знаете. Ну, про чем? А она мне потом говорит, а я тебя люблю. Я думаю, Боже мой. Знаете, она меня терпит. И я ей за это благодарен. Потому что она дает мне стимул дальше жить. Я ради нее живу. Ради семьи живу, детей своих. Меня это стимулирует к переменам, к лучшему. И знаете, когда Бог меня долго терпит, я говорю, Боже, спасибо тебе, что ты даешь мне шанс измениться. Потому что, когда я начал осознавать, что жена меня долго терпит, я начал меняться в лучшую сторону. Такая вот проекция произошла на земле. Я понял, что если бы она меня не терпела, у меня не было бы желания меняться. Услышьте. Потому что любовь дает желание меняться в лучшую сторону. Аминь. Она долго терпит. И я понимаю, что я не заслуживаю этого. И поэтому я стараюсь лучше быть. Аминь. И вот Бог нас долго терпит. Скажите мне, есть ли в чем Богу нас упрекнуть? А есть ли Богу в чем нас обличить? А есть ли что-то, за что можно наказать нас? Ну, конечно же, Господи. Поэтому прости нас, Господи. И спасибо, что ты нас долго терпишь. Знаете, Иисус ждет, пока Его церковь будет наполнена Его славой. Когда большинство людей, Его детей, соберутся с мыслями, с осознанием Его скорого пришествия и будут меняться в соответствии с Его образом. Ведь знаешь, о чем мечтает Отец Бог? Чтобы мы стали похожи на Его Сына. Пастор Леси, ты слышишь меня? Чтобы мы стали похожи на Его Сына. Людмила Юрьевна. Чтобы мы стали похожи на Его Сына. Не по плоти. Ты не будешь на Него похожи, а Он у тебя. Представьте себе, Иисус такой летит, и Он весь в кимоно такой, Японец. Японский Иисус прилетел. Это не наш, пусть пролетает в Японию. Во славе прославленный Христос. И Он ждет, чтобы мы преображали Свою образ. Отец мечтает об этом, желает этого, молится об этом. Ну, молится, это, конечно, Румка сказала, но Он просто желает этого. Он производит нас хотение действия по самому благоволению. Вопрос в чем? Хочу ли я этого, дорогая сестра? Хочешь ли ты этого? Хочу ли я измениться в Его образ? Потому что, когда Он явится, мы станем подобными Ему. Библия учит нас, когда мы увидим Его, станем как Он. И поэтому, пока я жив, у меня есть шанс измениться. Я хочу вам кое-что еще прочитать из книги Откровения. Горолы вы. Книга Откровения. Это то, что называют люди апокалипсисом. Точнее, у нас так написано. Апокалипсис. Нет, не написано апокалипсис. Это апокалипсис здесь написано в контексте самого книги Откровения. Ну, а слово апокалипсис не означает конец света. Кто не знает, я хочу вас разочаровать. Слово апокалипсис означает откровение о будущем. Бог показал Иоанну, что будет в будущем. Он видел уже будущее. Мы с вами лишь читаем об этом. Но туда мы будем стремиться и туда придем. Аминь. Это будущее. Да, там много непонятных образов. Но есть то, что очень понятно. Небесный Иерусалим. Есть отношение с Богом. Есть отношение с Иисусом. Это то, что нам сегодня нужно услышать. И вот, что Иисус говорит. Книга Откровений. 22 глава. С 12 по 14 и 17 стихи. Книга Откровений, 22. С 12 по 14. Все гряду скоро. Аминь. Иисус говорит Иоанну, своему ученику. Вот гряду скоро. Иоанну уже 90 лет. Перед этим он говорил, еще до распятия своего. Род сей не придет, как я вернусь. Друзья мои, так он не обманул. Ведь Дух Святой пришел. А он сказал, я приду, видя Духа Святого. Он сказал, придет Дух Святой, утешитель, такой же, как я. И с вами прибудет. Вас будет. Вы меня увидите. Вы меня примете. Вы поймете, что это я. Он это сделал. А теперь уже он с неба говорит. Теперь он же является с престола. Иоанну Богослову говорит, все гряду скоро. Иоанн в 90 лет записывает это слово. Иисус обещает скоро прийти. Господи, когда? Дай телефончик. СМСочку. Пошли там дату, время, чтобы мы подготовились. Нашлись за последние 30 лет много таких пророков. Я знаю, когда Иисус придет. Такого-то числа, такой-то год. Людей столько прорицали. И знаете, я думаю, неужели? А потом раз, Дух Святой говорит, посчитай мое слово. Где я сказал, и не изменяюсь. Никто не знает ни дня, ни часа, когда явится Сын Человеческий. Только Отец мой Небесный. И это слово не меняется. Мало того, мало того. Иисус сказал, он придет как тать, как вор ночью. Когда все будут спать, и никто не ждет ничего. Когда будет говорить мир и безопасность, тогда явится Сын Человеческий. Господи, зачем так? Давай за пару дней информацию очень духовным людям. Супер духовным, супер-супер духовным. Через супер духовным архи-мархи-епископам. Пусть они всем скажут. Люди добрые, готовьтесь. Иисус придет через два дня. И я представляю, что тут начнется. Все начнут писать завещания. Начнут сдавать, брать в банки денег побольше. Чтобы погулять последние два дня. Кто из вас ждал конца света когда-нибудь? За последние 20 лет? Было пару раз? Слушайте, ну вы же святые, вы святые. А я первый раз, когда ждал конец света, по-моему, 2000 год был. Не, не 2000. Раньше, 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 еще раньше. 90. Раньше. До моего покаяния. До 93-го года. Кто-то ждал в 90-м году или конца света. И знаете что? Я жил то время в общежитии. А нет. Очень важно. Короче говоря. И началось. Ящики пива. Ящики водки. Рыба. Колбаса. Люди ждут конца света. Знаете? Утром все просыпаются, глаза не могут открыть, что я же умер. Или что? Ужас. Представляете? Хотелось войти в конец света просто мертвыми по плоти. Убить себя просто до пришествия Господня. Впрочем. Это же ужас. Но знаете, милостью Божьей никто не умер. Конец света не пришел. Иисус еще не вернулся. Поэтому у людей остался шанс спасения. Слава Богу, я спасен. Аминь. Знаете? И сегодня Господь продолжает нас долготерпеть, давая шанс. Но Он говорит. Я не объявлю, когда я явлюсь. Потому что за два дня до Его пришествия мы все-таки успеем стать святыми. Или нет? Представляете себе. Вы получаете просто необычный звонок из колл-центра. И вам говорят. Это ангел. Это архангел Гавриил. Который явился Деве Марии. И Он рассказывает такие вещи, которые никто, кроме Его, знать не может. И кроме того, что написано в Библии. И вы понимаете, что у вас уже всех трясет. Вы понимаете, что это архангел Гавриил. И Он говорит. Приготовь свое сердце. Через два дня Иисус явится в полдень. Ну и хорошо. И вот мы начинаем усердно готовиться. Мы начинаем просто лихорадочно менять свою жизнь. А потом вспоминаем, что у нас еще куча непрощения. А потом вспоминаем, что у нас еще какие-то долги. У нас еще с кем-то поссорились. Мы вспоминаем, что мы еще что-то там не поменяли в своем характере, в своем сердце. И представьте, за два дня все это изменить. О, да, Господи, это же так трудно. Сегодня люди годами ходят в церковь и говорят, я не могу его просить. Годами ходят в церковь. Люди ходят годами в церковь и не могут бросить вредную привычку. Годами. Ну, два дня подержусь, кальянку курить не буду. Друзья мои, Иисус так не сделал по одной причине. Это будет несправедливо. Потому что Он скажет, да, ты сегодня готова, Людмила, ты сегодня готова к ним бесам. А что ты делал недельку назад? А как ты месяц до этого жила? И знаете, это был бы такой странный диалог, чтобы Иисус доказывал, что мы просто не были готовы к Его встрече. Поэтому Он предупреждает заранее. Поэтому, читая Библию, мы видим, что нам нужно делать сейчас. Пока везде коронавирус, мы ждем Иисуса. Пока у нас страх перед смертью, нам нужно хоть что-то подтянуть в своем характере. Подтянуть в своих отношениях с людьми. Нам нужно что-то поменять. Потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Иисус придет. Кому-то Он придет, как мы читаем Библию на все небо. А кому-то придет, пошлет ангела в смерти, которые заберут человека из жизни. И так бывает. Ведь ангела нас забирает, не Иисус нас забирает. Но Иисус нас ждет. Аминь. И вот, гряди, Господи Иисусе. Я хочу это прочесть. Давайте читаем. Откровение. Я уже скоро заканчиваю. Двадцатая глава. Все грядут скоро. Для кого-то скоро это через две минуты. Для кого-то скоро это через неделю. Для кого-то скоро это два года. Для кого-то скоро это десять лет. Вопрос в чем? Все зависит от того, чего мы ждем. Если вы ждете подогретого супа, то одна минута хватит. Скоро. Приготовить завтрак за две минуты можно. Но, чтобы Иисус пришел скоро, нам нужно как минимум быть готовыми к встрече с Ним. Знаете, наибольшая потеря для Христа будет неизмененное сердце Его детей, которые не войдут в воротами Небесной Иерусалима. Наибольшая потеря. Он за нас отдал свою жизнь. Он явил свою славу. Дал нам своего Святого Духа. Он действительно нас начал менять в нашей жизни. Но из-за того, что быстро мы не восхищены, у нас идет соблазн жить двойной жизнью. Есть соблазн. Плоть и дух постоянно борются. И вопрос в чем? Потом Иисус понимает, что сегодня мы в плоти живем, завтра по духу. После завтра опять по плоти, потом опять по духу. И вот эти колебания, он не знает, когда же прийти. Ага, 50% сейчас по плоти живут. Не могу прийти. Потом меняются местами. Те по духу, те по плоти. Думаю, боже мой. Так я же 50% потеряю. И знаете, эти 10 дней дев, которые я говорил, они же готовились. Они ждали господина своего, жениха своего. И вопрос в чем? Пять из них говорят, мы готовы ждать всего лишь одни сутки. Поэтому масло берем на одни сутки. Мы готовы быть святыми одни сутки. А другие говорят, да нет, мы будем ждать столько, сколько надо. Мы будем поститься, будем молиться, будем поклоняться, будем меняться в характере, будем освящаться. Потому что мы не знаем, когда Господь наш придет. Мы не знаем, когда жених наш придет. И лучше, чтобы когда Он пришел, Он не застал нас пьянствующими, гуляющими, блудящими и так далее, развратной жизнью живущими. Потому что Он посмотрит и скажет, это кто? Это что, мои дети? Вы когда-нибудь видели? Ладно, не буду. Никто не захочет своих детей увидеть в луже грязи. Никто не захочет своего жениха увидеть или невесту свою, которая валяется в грязи. И никто не выходит замуж на скорую руку. Кто из вас вечером влюбился, утром женился? Есть такие люди? Представьте, невеста утром просыпается такая. Ой, я же замуж сегодня не выхожу. Вчера только встретились, познакомились. Он мне сказал, давай жениться. И сейчас, мы сейчас в ЗАГС идем. Одеваясь, что есть, и полетели в ЗАГС. Такого я не знаю. Может быть, у вас такая судьба была, но я такого вообще не бачу, честно говоря. Я знаю точно, что идет процесс подготовки. Невеста готовит себя. Даже на время, хотя бы на время подготовки, хоть не кричит на него. Ну, старается быть святой невестой. Надо же белое платье одеть, все красиво. Так я вам скажу, это по-человечески так все понятно. Так вот, Иисус говорит, что когда настанет время, будет брак Агнца, и невеста его должна быть приготовлена. Она должна быть обличенная в весон святой. Которая есть праведность святых. В чистый весон. Это белая одежда. И это есть праведная, или же жизнь праведных дел, или же дела правды, которые совершают люди Божьи во имя Иисуса Христа. Не просто ради того, что так положено. Кто может заставить вас не грешить? Кто может заставить нас делать правильные вещи? Да никто. Да никто. Даже мама родная не может заставить. Я вам скажу, Бог не собирается нас заставлять. Любовь под плетью, это не есть любовь. Любовь от давления, от силы, нет, не есть любовь. Поэтому Иисус хочет настоящих отношений. И если у нас они развиваются здесь, на земле, то когда Он явится, мы обрадуемся. Мы действительно будем счастливы. И мы скажем, ей гради Господи Иисусе. Читаем дальше. Все глядут скорой. Возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому. Почем? Почем? Воздать каждому почем? Не по вере, а по делам. Да, я верю, но дела. Павел писал, что люди делами отрекаются от Бога. Как бы вроде бы верю, верю, а делами отрекаются от Него. В этом беда. В этом проблема. Что нам кажется, что мы же верующие. Мы же дети Божьи. Он же за нас свою кровь пролил. Сто процентов. Он свою работу сделал. А теперь дела веры, которые делают веру нашу живой. Потому что вера без дел мертва. Наши дела веры должны соответствовать делам Божьим. Видевший Отца, видел меня, говорит Иисус. Я делаю то, что вижу Отца Моего. Видевший Иисуса, делает дела Иисуса. Наши дела веры, дела праведности, должны соответствовать тому, что сделал бы Иисус на этой земле. Легко это делать? Нет. Легко быть, как Иисус? Нет. На самом деле, нам очень часто жизнь бросает вызов, чтобы все-таки стать плотью. Чтобы вернуться опять, как некоторые говорят, если бы я не был верующим, ты уже был бы размазан по этому асфальту. И это кто говорит? Верующий человек говорит. Люди думают, знаете, как будто прикрываются Христом. Говорят, если бы я не был верующим, показывают свои силы. Это разве сила? Иисус говорит, подставь в другую щеку. Это так, как Павел писал, иногда у нас не хватало силы. Знаете, я понял. Павел иногда сдачу давал. У Павла не хватало силы терпеть. Его там провоцировали, провоцировали. Он сначала, Господи, благослови их. Господи, прости их. Считает. Семь раз, знаете, ну, по Писанию. Господи, люблю его. Господи, прощаю. Господи, благослови мои руки. Аллилуйя. И знаете, ну, на самом деле, если мы растем во Христе, то нам все легче и легче становиться или поступать, как Он. Наши взаимоотношения с Иисусом привязывают нас к Нему. И поэтому, когда Он явится, а Он явится, все грядусь скоро. И Он говорит, и воздам каждому по делам Его. И поэтому наши дела сегодня должны собираться, фиксироваться на небесах. Читаем дальше, 13 стих. Я из Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. 14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Внимательно прочитайте. Я могу прочитать это раз в 50, чтобы все запомнили. А давайте выучим наизусть. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Божьи. Чтобы иметь право на дерево жизни и войти в город воротами. Послушайте. Это говорит Иисус Прославленный. Это не тот Иисус, который был в Назарете и даже в Иерусалиме. Это уже Вознесенный, Одесную Бога Отца сидящий. И он является Иоанном и говорит. Блаженны, счастливы те, которые соблюдают заповеди Божьи. Чтобы иметь им право, право войти в город воротами и право есть от дерева жизни, дает соблюдение его заповедей. Какие заповеди Иисус озвучил? Первое. Возлюби Бога всем сердцем и душой, и разумением своей, и силой своей. И второе. Подобно ей. Возлюби ближнего своего, как соседа, как жену, как любимую собачку, как себя, самого. Значит, любовь к Богу и к ближнему. Он говорит, больше стих заповедей нет. Больше этого на небесах, на земле нет. И вот то, к чему нам сегодня Господь призывает готовиться, это вот этот процесс, внутренний процесс развития взаимоотношения с Богом и взаимоотношения с людьми. Вертикальное и горизонтальное отношение. Как-то получается крестик. Вертикальное и горизонтальное отношение. И к этому прилагать максимальные усилия. Ну, знаете, я посерфю по жизни, как получится, а там уже перед самым восхищением покаюсь. Изменюсь, начну любить Бога, любить людей. Друзья мои, если вы 25 лет не работали над этим, то я даю вам гарантию, два дня вам не хватит. Потому что Бог будет смотреть на сердце. Сердце нельзя обмануть. Мы можем сказать, я люблю Бога, я люблю людей. Это сказать легко. Но когда речь заходит о делах любви, когда нужно проявить любовь, то у нас не хватает иногда силы. Мы начинаем отправдываться, мы начинаем искать какие-то себе оправдания и попытки избежать этой участи, исполнить заповеди. Но Иисус говорит четко. И знаете, я понимаю, что я хочу вкушать от дерева жизни. Это мой выбор. Иисус за меня заплатил уже. Все, я получил билет. И вот, знаете, этот билет нужно сохранить. Причем помнить ценность этого билета. Когда Иисус умер за меня, я его принял как спасителя. Это мой билет в жизнь вечную. Это мой билет в Царство Божье. Я взял его. И говорит, Господь, спасибо тебе за шанс, за возможность. А Господь говорит, но теперь только не потеряй его. Проживи свою жизнь после покаяния 20, 30, 40 лет и сохрани вот эту ценность отношений со мной. Сохрани эту любовь. Ведь он обличал и ангело-эфильская церковь так. Ты утратил, оставил свою первую любовь. Как можно? Да вот так. Да вот так. Увлеченный мирской жизнью. Увлеченный заботами века сего. Человек может остыть к Иисусу. Кто из вас, вот честно скажите, кто из вас чувствовал иногда остывание к Иисусу? Уже не те отношения, не та молитва, не те страсти. Все знаем, все видели. Знаете, пока человек не женится, у него мечта, ну, здесь все взрослые поговорить об этом, мечта иметь вот эти интимные отношения, такая, знаете, просто фантастика. Я помню, у нас одна семья тут была, ну, как семья, парень с девушкой, познакомились в церкви такие. И приходят ко мне на консультацию, и говорят, слушайте, давайте вот полгодика, ну, я смотрю, что вы такие быстрые, они только-только познакомились, хотим жениться. Я говорю, давайте полгодика, вот, потерпите, весной у вас, Женя. Ну, проходит пару месяцев, он говорит, приходит, пастор, а не себя побыстрее, а, так уже, мне уже. И я смотрю, думаю, ага, браты. Не знаю, здесь можно такие вещи говорить. Ну, ладно, не буду говорить. Есть такой токсикоз называется. Просто у нас в медицине, так это называется. Такой определенный токсикоз, когда же гормоны в голову убьют, вот, и человек просто уже ничего не бачи, он уже хочет просто, просто хочет. Я говорю, а можно побыстрее? Я говорю, слушай, давай вот еще потерпи немножко, и все. В общем, в итоге они женились, и в итоге через полтора года они распростались. Знаете почему? Потому что он не просто, он не жизнь хотел построить, он не семью хотел создать, он просто хотел официальных сексуальных отношений. Это все. И в этом проблема, что люди не знают, не поймут, за что платить цену. Они не понимают, что жизнь во Христе, это не игра. Сюда нужно вложить силы, время, посвящение, перемены. Аминь. Сколько в нашей жизни еще требует перемен, вещей? Очень много. И давайте 17 стих прочитаем. 17 стих. И Дух, и Невеста говорят, приди. Где здесь Невеста? Здесь есть Невеста Иисуса? Так вот, Дух Святой говорит, приди. Невеста говорит, плохая репетиция. Невеста говорят, приди. Иисуса слышь, пожалуйста. И Невеста говорит, приди. И слышащий, да скажет, приди. Меньше слышащих, я больно. Жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром. Аминь. То есть смотрите, какая тенденция. Иисус говорит, скоро приду. Иисус говорит тебе, скоро приду. Господи, а у меня же еще там построить надо. У меня еще поменять что-то надо. Еще сына нужно отучить в институте. Нужно еще бизнес поднять. Нужно еще то-сего. Одна причина таких рассуждений, слишком много на земле вещей происходит. Когда ничего нема, Господи, да хоть сегодня. Аминь. получили откровение. И счастливы те, у которых ничего в жизни нет. Ни бизнеса, ни семьи, ничего. Просто сидит, баранки с мусорника ест. Приди, Господи, сегодня. Ну, знаете, я скажу так. Если у нас ничего нет, мы ничем не можем послужить. Лучше то, что у нас есть, пусть служит Господу, пока мы живы. Но мы к этому не прилепляемся. И мы говорим, Господи, приди. Потому что дух и невеста говорят, приди. И слышащие да скажут, приди. И он говорит, я приду, но вы должны меня ждать. Он говорит, я иду скоро. Но если невеста не будет говорить, приди, дух будет всегда говорить, приди, Господи, Иисус. А жаждущих нет. А невеста говорит, подожди, Господи, мне еще комплекс нужно построить. А слышащие говорит, Господь, у меня еще планы на Европу поработать, заработать. И Бог всегда оттягивает время пришествия Иисуса. Отец дает шанс. А мы этот шанс воспринимаем, как просто неисполнение обетований Божьих. И нам кажется, что это время, где можно расслабиться. Но слушайте, кто из вас ждет вора домой ночью? Я недавно слышал историю от одного бизнесмена. Богатый человек в нашем городе. И он говорит, меня восемь раз обворовывали. И один раз чуть не убили. Ножом. Говорит, подъезжаю к машиной, открываются ворота, тут из окна вылазит бандит. И говорит, я пытаюсь его споймать, а он мне ножом в грудь. Бум. И знаете, что восемь раз. У него есть что взять, на самом деле. Но удивительно, что он до сих пор жив, разумеется. Но, он говорит, я уже что-то не перепробовал. Собаки там все. В итоге, пока не поставил там сигнализацию, напичкал весь дом там всеми датчиками, как в том кино. Говорит, пока все более-менее хорошо. Но, впрочем, человек живет в определенном страхе. К нему кто-то может вломиться. Так я вам скажу, у нас, наш страх не должен быть построен на том, что нас поймают не на неправильном месте. У вас было такое, что вы что-то делаете, и вы говорите, Господь, закрой глаза. Сразу кается, да, как сделал. А потом сделал. Кстати, был интересный вариант. Можно расскажу? Страшная история, правда. Но, был такой вариант. Один брат наш, в прошлом, ну, может, сейчас он тоже уже брат наш, он как-то долго не ходил в церковь, потом пришел, смотрю, на покаяние вышел, встал на колени, каяться во время покаяния. Я такой думаю, вау, вот это да. Такой, я его потом обнимаю, он так, знаете, очень холодно, как-то так, обнятие принял. А потом в следующий день он пошел, убил свою жену из нашей же церкви, с которой он спал до брака, отбил, ушел от своей жены. Знаете, жуткая история, но вот этот момент покаяния перед совершением преступления не работает. Понимаете? Я не то имел в виду. Я понял. Сразу каяться после совершения греха. Я понял. Так давайте будем грешить и каяться, как Павел говорил. Так что будем пить, упиваться, ибо не скоро Господь придет. Да не будет так. Знаете, друзья, играть с этими вещами нельзя. Знаете, кто видел такое объявление, или как, такую фразу, не играй с огнем? Есть такое? Вы видели людей, играющих с огнем? Вы видели людей, которые играют с огнем в петарды? Вы видели людей с оторванными руками после петарды? С выбитыми глазами? Видели, нет? Не видели, слышали? Я вам скажу, это говорит о том, что люди игнорировали предупреждение. Это говорит о том, что люди не захотели послушаться. Давай попробуй, а меня минуется я чаша. Не миновало. Проблема в том, что когда Господь придет, Он не предупредит. В этом может быть проблема. Но в то же время, если церковь сегодня не меняется, мир не будет спасен. Если церковь сегодня не лучше, чем мир, то как сегодня людям узнать живого Бога? Сегодня церковь сильна Богом. Сегодня церковь наполнена Духом Святым. Сегодня церковь знает того, кто превыше всех. Аминь. Церковь знает присутствие Господня. Церковь знает движение Духа Святого. Церковь действует до рак Духа Святого. Аминь. Получает тайны небесные. Озвучивает пророческое слово. И значит, что церковь не должна меняться в худшую сторону. Но с каждым днем все лучше. Да, мы несовершенны, но у нас есть шанс поменяться. Скажи кому-нибудь, у тебя есть шанс поменяться. Аллилуйя. И давайте я буду заканчивать. Матфея, 16.27. Книга Ивангрия от Матфея. Я заканчиваю. Потерпите меня немножко еще. 16.27. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Слушайте, Иисус повторил эту же фразу. То, что Он сказал у Матфея, Ивангрия от Матфея. Он повторил эту же фразу в книге Откровения. То есть, как минимум два раза Он сказал об этом четко, прямолинейно. Воздаст каждому по делам Его. Он явится с ангелами, Он воздаст каждому по делам Его. Что-то будет происходить, как воздаяние. За хорошие дела и за плохие дела. И поэтому сегодня наша задача, правда, как в церкви, понимать, что дел Божьих должно быть в нашей жизни больше. Как минимум. Но, знаете, лучше не так. Два хороших, одно плохое. И себе записываем. Ага, два раза провел бабушку через дорогу, на третий раз подбросил ее под машину. Ну, она меня раздражала. Ну, что ты сделаешь? Ну, это же тоже, как бы, ну, два раза хорошо сделала, один раз плохо. Ну, должно быть больше хороших дел. Эту же бабушку, представьте, два раза перевел. Ладно, забудьте все. Простите меня, Господи, за такой пример. Друзья мои, я надеюсь, вы сегодня что-то услышали. Я не буду больше вас томить. Я хочу помолиться сегодня о том, чтобы мы были готовы к встрече с Иисусом. Чтобы фраза «Гляди, Господи Иисусе» не была для нас просто крылатой. Чтобы для нас это было действительно моментом наших перемен, нашей подготовки встречи с небесами. Чтобы, когда Он явится, мы обрадовались, а не сказали «Господи, потерпи еще». Значит, чтобы мы действительно стремились к тому, чтобы Он пришел. И когда Он придет, мы прочитали об этом, что Он явится, чтобы забрать? Нет? Не дочитали чего-то? Он явится второй раз. Это последнее местописание и все, и выходим. В смысле, молимся. Евреям 9.28 Евреям 9.28 «Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится, для чего? Не для очищения греха, но для ожидающих его воспасения». Вы слышите меня? И если кто-то думает, что когда Он явится, я успею и покаяться, уже этого не будет. Нам не придется, мы не успеем просто это произнести. Павел говорит, не все мы умрем, но все изменимся во мгновение времени. То есть, это настолько быстро произойдет, что не будет даже доли секунды подумать о том, что я что-то не поменял в своей жизни. Когда люди выходят из тела, а я слышал несколько историй от наших братьев и сестер, даже от моей жены, она выходила однажды из тела, она говорит, я даже не поняла, как это случилось. Я просто увидел себя уже со стороны. Нет никакого такого, знаете, открывания таких железных дверей. Тело открывается, и дух медленно выходит такой, знаете, из тела. Пока тело. Тело лежит такое, и человек выходит. Говорит, все, я вышел. Нет, мгновенно, раз, а наш брат Геннадий где тут он говорит, как тапочки снять домашние? Вообще, вот просто так легко. Вышел и все. Вышел и не понял, где ты оказался. Валера Короб, когда он вышел из тела, он не понял, что он вышел из тела. Он оказался на небесах. И когда мы думаем, что у нас будет какой-то тайм-аут, где мы сможем подгрести свои чувства, дела, подстроить себя под восхищение, такого не будет. Он второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих, ожидающих, скажем с одной, ожидающих, ожидающих его во спасение. Друзья мои, если вы не ждете гостя, он для вас хуже татарина. А если ждете, он долгожданный гость. Если мы Иисуса нас ждем, то мы глупые люди. Но если мы его ждем и не готовимся к встрече, мы тоже глупые люди. Потому что он явится, а вот Гена, смотри, ты же так рассказывал, как тапочки снять. Можете у него спросить, как это умереть и не заметить. И в любом случае, когда мы ждем Иисуса, это для нас вызывает восторг. Иисус скоро придет. И знаете, в 90-х мы ждали Иисуса на завтра. В 2010-м мы начали ждать Иисуса лет через 20. А сегодня люди вообще его не ждут, к сожалению. Да, уже не при моей жизни. Знаете, мы не знаем на самом деле, когда это случится. Никто не знает. Никто не знает кондицию тела Христа. Никто не знает, когда это случится. Нам нужно лишь одно. Распознавая признаки его второго пришествия, быть готовыми к восхищению. Прежде чем человек прыгнет с парашютом, я прыгал, я должен был проверить два раза основной парашют и запасной парашют. Два раза. Проверить чеку, проверить укладку. Друзья мои, и когда я прыгаю, я понимаю, что от того, как я проверил, будет зависеть, далечу ли я до земли благополучно. Или туда упадет мешок с костями. И знаете что? Давайте не будем рисковать. Перепроверим, лучше два раза. Каждый день перед сном. Господи, покажи мне сердце мое. И все, что неправильно измени, помоги мне, Господи. Утром просыпайся, Господи, я все еще живой. Если согрешил ночью во сне, прости меня, Господи. А честь мое сердце и душу. А вы... Мы же во сне тоже грешим. Вы знаете об этом или нет? Кто не знает об этом? Кому рассказать? Когда во сне, Саша, ты воруешь курицу соседскую, то это ты, Саша, а не кто-то другой, а не пастор Влад. Ты же во сне тоже принимаешь решение. Украсть, убить и погубить. Поэтому просыпаюсь утром, нагрешился во сне. Фу, Господи, прости меня. Покаялся, очистил свою душу, причастился. Все, Господи, готов к небесам. Прожил жизнь и опять вечером просим Бога прощения. Очисть мою душу. Знаете, лучше перев... Правильное слово? Перебдеть. Чем недобдеть. Лучше быть, значит, перестраховаться в этом смысле, чем пропустить небеса. А я прочитал сегодня выше, чтобы войти воротами в небесный Русалим. Я не хочу войти где-то там с подворотни, с черного хода, через какие-то подвалы, через какие-то круги очищения. Я не хочу. Я хочу войти воротами. А воротами нужно соблюдать заповеди Его. Дай Богу славу. Аминь. Давайте поднимемся. Спасибо, Иисус, за Твое слово жизни. Спасибо, Господь, за Твое помазание, за Твои откровения о жизни и настоящее и будущее. Боже, мы благодарны Тебе за силу Твоего слова, которое не только обличает, но и исправляет, и вдохновляет, и вразумляет, и дает силы. Боже, спасибо Тебе. Ты сказал, что Твое слово делает совершенным Божьего человека. И мы сегодня, Господь, принимаем это слово, чтобы становиться лучше, чтобы меняться в Твой образ, чтобы готовиться к небесам. Боже, прими сегодня нашу хвалу, прими нашу благодарность, Господь, наполни нашу жизнь Твоей славой и силой, чтобы, Господь, то, что мы увидим в будущем, нас не испугало, а обрадовало. Когда мы увидим Тебя, приходящими во славе, в сонме ангелов, чтобы мы возрадовались, а не испугавшись, не начали прятаться. Боже, благослови сегодня Твою церковь, благослови Твоих сынов и дочерей, и дай нам сегодня еще время измениться и сделать правильное решение, принять правильное решение, жить посвященной духовной жизнью, быть настоящими христианами, знающими живого Бога, Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дай еще Богу славу. Аминь. Аминь.